Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы в основном говорим о различных типах коробок передач. Механических, автоматических и объединенных с дифференциалом. А также о главных передачах. При смазке современных трансмиссий синтетические трансмиссионные смазочные материалы играют значительную роль. Так как они часто оказываются в состоянии устранить помехи, вызванные особенностями конструкции, и которые невозможно устранить посредством стандартных продуктов на основе минеральных масел. Механические коробки передач. Ступенчатая коробка передач представляет собой механический преобразователь крутящего момента с фиксированными градациями. Разработка новых механических коробок передач играет уже многие годы центральную роль. В целях экономии горючего и снижения уровня шумов, особенно при больших скоростях, в настоящее время производятся в основном коробки передач с пятью, а часто и с шестью передачами. Что ведет, однако, к увеличению числа движущихся деталей и повышению трения. В результате могут возникнуть проблемы при переключении передач, проявляющиеся, например, в заклинивании передач или в неприятном шуме. Коробки передач проектируются, как правило, синхронизаторами. Водителю необходима легкая и быстрая синхронизация без побочных шумов. Это возможно, если коэффициент трения на синхронизирующем конусе не слишком высокий, иначе переключение не будет происходить плавно, но и не слишком низкий, так как в этом случае синхронизирующее кольцо будет проскальзывать, и переключение передач станет вообще невозможным. Синхронизирующий блок. Синхронизирующий блок. Представленный таким образом блок синхронизации состоит из следующих элементов. Муфты включения с внутренними зубьями, конических синхронизирующих колец, двух шестерен передач с переключаемым зубчатым зацеплением. Синхронизирующее кольцо связано посредством выступов с зубьями шестерни передачи и выполняет таким образом функцию захвата. Муфта включения с обратным конусом прижимается к синхронизирующему кольцу, образуется фрикционное замыкание и достигается синхронный ход сопряжения. Внутренние зубья муфты включения входят в сцепление с зубьями шестерни передачи и передают усилие. Теперь рассмотрим другой вариант. Сцепная муфта, соединенная зубчатой передачей с переключающей втулкой, выдавливает синхронизирующее кольцо на конус шестерни передачи. Таким образом образуется фрикционное замыкание и достигается синхронный ход сопряжения. Муфта включения с внутренними зубьями теперь надвигается через зубчатую передачу синхронизирующего кольца на зубья шестерни передачи. Образуется силовое замыкание, передается крутящий момент. В нашей трансмиссии это означает первая передача, вторая передача, третья передача, четвертая передача, пятая передача, задний ход. Фрикционные свойства масла для коробки передач играют, как мы уже знаем, большую роль. Слишком низкие коэффициенты трения достигаются и маслами для главной передачи с высоким содержанием веществ, защищающих от износа. Это является важной причиной для того, чтобы не использовать в коробках передач трансмиссионные масла с большим количеством присадок. Наряду со свойствами пакета присадок для современного трансмиссионного масла большое значение имеет зависимость вязкости от температуры. Оба параметра оказывают влияние на шумы в трансмиссии. Таким образом, современное масло для механических коробок передач должно обеспечивать синхронизацию, уменьшать шум и одновременно хорошо защищать от износа. В этом заключается противоречие, так как при увеличении в масле количества элементов, защищающих от износа, ухудшаются характеристики синхронизации. Синтетические всесезонные трансмиссионные масла гарантируют не только отличное переключение передачи и высокую защиту от износа, но и, кроме того, благодаря своей великолепной текучести, обеспечивают снижение температуры трансмиссионного масла, бесшумную работу и, следовательно, длительный срок службы и высокую функциональность трансмиссионных агрегатов. К современному маслу для коробки передач предъявляются следующие основные требования. Хорошая текучесть в диапазоне температур применения, надежная защита от износа, обеспечение отличной синхронизации, высокая устойчивость к окислению и сдвигу, низкая склонность к пенообразованию, хорошая совместимость с уплотнениями, высокая экономичность, высокий комфорт, возможность смешивания с другими маслами. Предпочтительными классами вязкости в настоящее время являются САА-75W-90 и САА-80W-90. Коробки передачи объединенные с дифференциалом. Под трансаксиальной трансмиссией понимают комбинацию коробки передач и главной передачи с общей системой смазки. То есть коробка передач и дифференциал располагаются, как показано на этом рисунке, в одном корпусе. От блока коробки передач требуется в основном хорошее переключение передач, а от находящейся под большой нагрузкой главной передачи защита от износа и бесшумная работа. Слишком большое содержание веществ, предотвращающих износ, ухудшило бы синхронизирующие свойства коробки передач. Как раз на примере трансаксиальной трансмиссии, объединяющей две различные системы смазки, явно проявляется этот конфликт. Специальные синтетические трансмиссионные масла в настоящее время обеспечивают оптимальную смазку трансаксиальных систем. Наряду с отличной синхронизацией, они гарантируют высокую степень защиты от износа. Предпочтительный класс САА-75W-90. Преимущества синтетического трансмиссионного масла по сравнению с продуктами на минеральной основе можно продемонстрировать на примере синтетического масла для объединенных с дифференциалом коробок передач. Уменьшение усилия при переключении прикладываемого к рукоятке переключения передач на примере переключения первой-второй передачи по сравнению с трансмиссионным маслом САА-80 на минеральной основе. Снижение шумов при переключении передач на непрогретой коробке, благодаря применению технологии синтеза, также по сравнению со стандартным минеральным трансмиссионным маслом САИ-80. Уменьшение температуры трансмиссионного масла примерно на 15 градусов Цельсия при применении синтетических всесезонных трансмиссионных масел вместо обычных минеральных масел. Применение синтетических всесезонных трансмиссионных масел в современных коробках передач и трансаксиальных системах имеет три решающих преимущества. Лучшее переключение передач, ощутимое снижение шумов, понижение температуры масла. Для автосервиса это означает меньше рекламации, высокая удовлетворенность клиентов, заметное повышение имиджа, компетентность. Автоматические коробки передач Теперь мы рассмотрим автоматические коробки передач и в этой связи жидкости для автоматических трансмиссий сокращенно называемые АТФ. Еще несколько лет назад существовал ряд жидкостей АТФ с различными спецификациями, как, например, АТФ тип А приложения А, АТФ Дексрон Б, АТФ тип Форд 33 ФГ, Дженерал Моторс Дексрон 2Д. В настоящее время эти различные требования удовлетворяются так называемыми универсальными жидкостями АТФ нового поколения Дексрон Меркон. Жидкость для автоматических трансмиссий Предназначена в основном для передачи давления Через гидравлический преобразователь, который также может быть оснащен сцеплением блокирования для уменьшения проскальзывания трансмиссии, энергия потока преобразуется посредством насосного или турбинного колеса в крутящий момент. Насосное колесо жестко связано с маховиком двигателя. Под действием центробежной силы масло с большой скоростью попадает на турбинное колесо. Турбинное колесо преобразует энергию потока масла в крутящий момент. С увеличением числа оборотов турбинного колеса поток слабеет и усиление крутящего момента плавно убывает. На турбинном валу установлены так называемые планетарные передачи, здесь в оригинале, которые состоят из водила планетарной передачи, на котором находятся планетарные шестерни. Вместе с планетарными шестернями в зацеплении находятся так называемые солнечные и коронные шестерни. Передаточное число зависит от того, какая из названных деталей фиксируется посредством тормозных лент или набора фрикционных дисков. Планетарные ряды или оснащенные фрикционными дисками и тормозными лентами трансмиссионные шестерни гидравлически управляются посредством насоса с электрическим или электронным управлением. И в зависимости от требуемого передаточного числа притормаживаются или фиксируются. Возьмем два примера. Фиксируется коронная шестерня, ведущей является солнечная. Планетарные шестерни приводятся во вращение солнечной по зубцам коронной шестерни. Вследствие этого водила трех планетарных шестерней вращается, являясь ведомым, соответственно уменьшая крутящий момент и скорость. Фиксируется солнечная шестерня. Теперь ведущей шестернью является коронная. Планетарные шестерни приводятся во вращение коронной по зубцам солнечной. Водила трех шестерней вращается, являясь ведомым, соответственно увеличивая крутящий момент и уменьшая скорость. Положение педали газа и скорость автомобиля являются решающими факторами для переключения трансмиссии. Электрическая схема гидравлического управления планетарными рядами представляет собой запутанные переплетения и является очень сложной. В соответствии с функциями можно выделить основные требования для жидкости АТФ, как то устойчивый коэффициент трения, хорошие свойства текучести при низкой температуре, хорошая прокачиваемость, высокая устойчивость к старению, малое пенообразование, высокая устойчивость к сдвигу, незначительные изменения вязкости. Проблемой современных автоматов с четырьмя передачами являются очень высокие рабочие температуры, до 170 градусов Цельсия, которые могут быть достигнуты при экстремальных нагрузках. Высокие температуры могут вызвать масляные отложения в автоматах, что ведет к ошибочному переключению передач, сильному износу деталей трансмиссии, а также образованию шлаков. В этом случае также проявляются преимущества применения синтетических жидкостей АТФ по сравнению с минеральными жидкостями. Устойчивость к высоким температурам, то есть отсутствие шлаков, лучшая текучесть в холодном состоянии, то есть более быстрое смазывание деталей, высокая устойчивость к старению, то есть малый расход масла, высокий коэффициент полезного действия, то есть оптимальный процесс переключения передач, снижение температуры трансмиссионного масла. Главные передачи с блокировкой и без. В этом разделе рассматриваются современные главные передачи, называемые также дифференциалами, с блокирующей системой и без блокирующей системы. Дифференциалы могут располагаться как в передней, так и в задней части автомобиля, в зависимости от того, является автомобиль передний или заднеприводным. Полноприводные автомобили оборудуются передним и задним дифференциалом. Современные конструкции осей, иногда с применением новых материалов, обеспечивают с одной стороны высокий комфорт, но с другой стороны предъявляют более высокие требования к трансмиссионным маслам. Повышенное удельное давление и скользящие детали в дифференциалах вызывают высокую температуру, то есть коэффициент полезного действия приводов увеличился. Неприятные шумы в блокируемых дифференциалах, например, шорохи при движении по кривой, проявляются все более часто и приводят к заметному снижению комфорта. Все большее значение получает взаимодействие, а следовательно согласованность блокирующей системы и смазочного материала. Минеральные масла для главной передачи иногда уже больше не отвечают этим требованиям. Сначала рассмотрим конструкцию и функционирование главной передачи без блокировки. Ведомое коническое зубчатое колесо приводится в движение конической шестерней. В коробке дифференциала, жестко связанной с ведомым коническим колесом, расположены два конических сателлита, которые вступают в зацепление с шестернями полуосей и таким образом передают крутящий момент на колеса. При движении по прямой сателлиты не вращаются. Только при движении по кривой, там где внешнее по отношению к кривой колесо должно пройти больший путь, нежели внутреннее, вступают в действие уравновешивающие конические шестерни или сателлиты и обеспечивают разницу в передаточном числе. Они передают тяговые усилия и одновременно огибают шестерни полуосей. Здесь еще раз представлен вид главной передачи. Коробка дифференциала, ведомое коническое зубчатое колесо и ведущая коническая шестерня. Под часто употребляемым термином гипоидный привод понимают, как показано здесь, конические шестерни с разнесенными осями, то есть ведущая коническая шестерня входит в зацепление ниже центра оси, ведомого конического колеса. Преимущество заключается в том числе в следующем. Низкий центр тяжести автомобиля и большая передача усилия. В случае самоблокирующегося дифференциала, здесь он представлен в разобранном состоянии, компенсационное действие самоблокируется при определенной разнице во вращении ведущих колес. Блокирующие действия производятся так называемыми фрикционными дисками. Диски с внутренними зубьями связаны с шестернями полуосей, диски с внешними зубьями с коробкой дифференциала. При хорошем сцеплении с поверхностью и большим моментом привода, шестерни полуосей максимально прижимаются к пластинчатым дискам в результате распределения сил на боковых поверхностях зубьев. И таким образом компенсационное действие частично блокируется. Практически это является принципом действия фрикционной муфты. Дифференциалы с блокировкой применяются в основном в автомобилях с большой мощностью мотора, для того чтобы противодействовать заносу при разгоне. Опыт показывает, что различные конструкции главной передачи требуют, как правило, различные масла. То есть все чаще приходится подбирать масла индивидуально. Такие продукты должны одновременно обеспечивать низкое трение и хорошую блокирующую способность. Добиться этого можно путем применения так называемых масел с ограниченным скольжением, которые должны быть рассчитаны точно для определенных конструкций главной передачи. Как ведут себя трансмиссионные масла при низких температурах? Здесь представлено минеральное масло САИ-90 на стенде для тестирования главной передачи при минус 20 градусах Цельсия. Питание маслом все еще обеспечивается. При минус 30 градусах Цельсия все уже выглядит по-иному. Масло выглядит как искусственный мед и закономерно подается ведомым коническим колесом вверх. Смазочная пленка рвется, подача масла больше не обеспечивается. При минус 40 градусах Цельсия ведомое коническое колесо все еще частично покрыто маслом, который сейчас уже больше не выполняет смазывающие функции. Синтетические универсальные трансмиссионные масла обеспечивают смазку даже при очень низких температурах, так как они в холоде сохраняют большую текучесть по сравнению с минеральными маслами и обеспечивают пользователю значительное улучшение комфорта. Еще раз обобщим преимущества синтетических всесезонных трансмиссионных масел для механических и автоматических коробок передач, совмещенных с дифференциалом коробок и главных передач. Синтетические масла отличаются великолепной текучестью при низких температурах, то есть они гарантируют быстрое обеспечение деталей смазкой и меньшей потери на трение. Они увеличивают коэффициент полезного действия трансмиссии, то есть экономят горючее, обеспечивают снижение температуры трансмиссионного масла и бесшумную работу. Синтетические масла для механических коробок передач обеспечивают хорошее переключение передач, то есть они соответствуют современным трансмиссиям с пятью и шестью передачами. Синтетические масла для главной передачи обеспечивают работу сильно нагруженных конструкций главной передачи с низким уровнем шума. Синтетические трансмиссионные масла весьма устойчивы к высоким температурам и старению, то есть они гарантируют высокую степень защиты от образования осадков и шлаков. Они очень устойчивы к сдвигу, то есть диапазон вязкости остается неизменным даже при экстремальных нагрузках. Только тот, кто смотрит в будущее, сможет овладеть настоящим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова